Айрин Лакс. Случайная ночь с миллиардером. Глава первая. Марика. Тебе к лицу, Белый. Я поднимаю взгляд от меню и сначала упираюсь взглядом в модные мужские брюки на уровне ширинки. Неприлично пялиться именно туда. На первых же минутах первого свидания. Поэтому поспешно перебираюсь взглядом выше. Резкий скачок от мужского паха на уровень его глаз. Ох, чёрт. Из лёгких весь воздух мгновенно выбивает. У него очень глубокие, красивые тёмно-синие глаза, длинные пушистые ресницы и очень уверенный взгляд. «Саша?» — спрашиваю растерянно. «Предпочитаю Александр». Кажется, в переписке он говорил иначе. Но к чёрту, всё. Он красив как модель с обложки мужского журнала. Острые выступающие скулы, скульптурные губы, которые наводят на грешные мысли о взрослых поцелуях. Лёгкая трёхдневная щетина и небрежная взлохмаченная прическа добавляют сексуальности его образу. «Держите меня, семеро, я прямо сейчас готова сказать ему «да». О, да». Бабочки в животе начинают беспокойно и радостно кружиться в брачном танце. Торжествую. Я не ожидала, что, познакомившись с парнем по переписке, встречу такого красавчика. Александр, Саша, не показывал мне свои фото. Лучшая подружка Оксана гнусно хихикала, что навстречу со мной придёт либо прыщавый задрот, либо толстый старый извращенец. Однако она оказалась неправа. Мужчину хоть сейчас щёлкает на память, чтобы грезить о нём ночами под одеялом, так и хочется послать фото парня подружки, чтобы она подавилась слюнями от зависти. «У меня мало времени», — говорит мужчина, посмотрев на часы. «Как? Ты уже уходишь?» Бурмачу растерянно. «Ну вот, не успели навести мосты, а красавчик уже собирается слинять. Наверняка потому, что я пялюсь на него во все глаза, поедая молчаливым взглядом. Я думала, что мы погуляем, узнаем друг друга поближе. Зря я, что ли, три часа делала прическу и потратила 15 тысяч из зарплаты на платье? Уходить? Нет, малышка, я пришёл не за этим». Молодой мужчина подбирается ближе, опускает пальцы на плечо, погладив ключицу и венку на шее большим пальцем. Там, где его палец касается кожи, возникает тепло и приятные искры. Заводит. С первого же касания. Хоть я ещё ни разу не была с мужчиной, но во взгляде нового знакомого читаю голод и плотское желание. «Ты, кажется, тоже не за этим пришла сюда». Он перемещает свою ладонь на затылок и приближает меня к себе. Я не успеваю ничего ответить и сделать. Он целует меня. Губы скользят по моим, рождая фейерверк восторга. Язык скользит под чувственной кромки губ и проталкивается внутрь. Медленно и тягуче. Глубже и глубже с каждой секундой. Я теряю связь с этой реальностью, пальцы намертво впиваются в ткань дорогого пиджака и сминают её алчно. Ещё один толчок языка. Псхлип и стон заглушены властным поцелуем. Я понимаю, что он близко. Очень близко. Напирает большим, сильным телом, почти распластав меня на диванчике ресторана. Поднимемся в номер. Такой напор и будоражит и немного сбивает с толку. «В номер?» — спрашиваю севшим голосом. Моя голова кружится. Тело горит огнём. Жар скользит волнами от губ по груди вниз. Тело пульсирует предвкушением, эмоции выплясывают чехарду. Встреча взволновала меня. Взбудоражила. Каждый нерв оголён. «Да. В номер. Или будешь играть в недотрогу. Ты такая отзывчивая девочка». Теперь большой палец мужчины ложится на мои губы, поглаживая их фривольным жестом. Подушечка совсем немного проникает внутрь. Его жест окончательно лишает меня здравого рассудка. Я снова совершенно случайно роняю взгляд вниз на его бёдра. Ох, чёрт. Он точно хочет гораздо больше, чем поцелуи. Намного больше. А я не уверена, что прямо сейчас готова перейти к взрослой стороне отношений. Это же первое свидание. Неужели я прыгну с этим красавчиком в постель после двух-трёх жарких поцелуев? Но с другой стороны, почему бы и нет? Мне уже двадцать, а такими харизматичными и привлекательными мужчинами матушка природы не любит разбрасываться налево и направо. Если упущу момент, этого мужчину обязательно займёт какая-нибудь другая фифа. Менее правильная, чем я. Не зря на нас даже сейчас завистливо косятся другие девушки, что сидят в ресторанчике отеля. Может быть, настал тот момент, когда и мне пора немного раскрепоститься. «Значит, хочешь подняться в номер?» — уточняю задыхающимся голосом. «Понимаю, что меня ждёт не безобидная беседа о любимых фильмах и настольных играх, а кое-что другое, более реальное и плотское». «Хочу». «Всё готово». Александр достаёт из кармана пиджака ключ-карту. Его взгляд при этом беззастенчиво скользит по моему телу, сосредоточившись в районе декольте. «Я понимаю, что Александр очень доволен визуальным образом и хочет пойти дальше, сгорая от нетерпения. Возможно, моя нерешительность здесь совершенно не к месту». С Сашей я переписываюсь уже два с половиной месяца и знаю о нём очень многое. У нас схожие интересы. Оказывается, мы даже жили в одном районе. Только своей фамилией Саша не назвал, не хотел рассекречивать себя раньше времени. При виртуальном общении у меня сложилось впечатление лёгкости и взаимного влечения. В реальности Саша оказался даже лучше, чем в моих самых смелых мечтах. Своеобразный джекпот. Так почему я медлю и отказываю себе в удовольствии зайти немного дальше с мужчиной, к которому влечёт с невероятной силой? Пожалуй, я готова. Да, готова расстаться с невинностью. Саша красив, атлетически сложён. Складывается впечатление, что он готов раздеться и приступить к делу, не откладывая ни на секунду. Остаётся надеяться, что и под штанами у этого красавца всё так же внушительно и многообещающе, как выглядит снаружи. Мой первый раз случится сегодня. От понимания этого тела то в жар, то в холод бросает. Мысли скачут, словно сумасшедшие. «У меня не так много времени», — повторяет красавчик. «Встреча состоялась, и я намерен продолжить её тет-а-тет. В номере уже охлаждается шампанское, я заказал нам клубнику со сливками. Любишь клубничку?» При этом Александр смотрит на меня так жадно, так горячо, так волнующе. Каждая клеточка тела наполнена сладким трепетом предвкушения. Думаю, если даже я начну ломаться, он схватит меня, закинет на плечо и утащит в этот номер берлогу, как сильный и невоспитанный неандерталец. Властной безвозможности оказать сопротивление. Это будоражит ещё больше. Да. Едва последний гласный звук срывается с губ, Александр снова награждает меня глубоким жарким поцелуем и утягивает за собой. Всё, что было потом, словно происходило во сне. Я вообще не помню, как мы добрались до номера. Моя бдительность усыплена поцелуями и шёпотом Александра. Он выдаёт обещание одно другого горячее и слаще. Я просыпаюсь только от тренькающего звука лифта и хихикнув, выпадаю в коридор, едва держась на высоченных каблуках. Верх спины холодит воздухом просторного коридора. Чёрт, неужели я дала себя почти раздеть ещё в лифте? Вот и наш номер. Рычит едва разборчиво. Ух, вот это напор. Я и не подозревала, что за маской интеллигентного общения и любителя настольной игры Манчкин скрывается такой горячей мачо. Александр придавливает меня сильным телом к двери номера. Дон как с голодного края. С очень-очень голодного края. Прижимается всем телом и демонстрирует, что не намерен больше тратить ни одной секундочки. Оказавшись в номере, я мельком замечаю роскошную обстановку. Делаю два шага внутрь. «Раздевайся и ложись на кровать», — приказывает мужчина. «Мой мужчина. Теперь же я могу назвать его своим». Возле кровати стоит ведёрко со льдом, в котором покоится бутылка элитного шампанского. Рядом стоит чашка с клубникой, сливки и шоколад. Александр перехватывает мой взгляд. «Поиграем позднее. Сейчас я хочу получить главное». Он моментально раздевает меня. Вихрем налетает и опускает на кровать. Новый поцелуй погружает меня в кипучий выдворот страсти. Все страхи, сомнения и мысли растворяются под напором мужской ласки, напористой, грубоватой и жаркой. Реальность размывается неясным фоном, и из дурмана плотского желания меня вырывает краткий миг дискомфорта и вопрос, произнесённый охрипшим мужским голосом, полным удивления. «Ты что, девственница?»